Целый год они ждали этого праздника, чтобы все внимание и забота со стороны мужчин были только для них. Виновницы торжества, как и положено, в центре. А сильная половина сегодня во всем им угождает. 8 марта – идеальная дата, чтобы еще раз подчеркнуть. Женщины – это всегда украшение для любого коллектива, особенно на металлургическом производстве. У нас их немного на участках, но они являются центром, организатором всей другой досуга культурной жизни в сменах, в бригадах. Сегодня цветы не на открытке, а в руках у женщин. Накануне праздника им так приятно получить их из рук начальника цеха. Александр Ананев, как главный мужчина трубоэлектросварочного цеха номер 2, произнес самые важные слова для каждой из присутствующих на празднике. Мы без вас нигде бы не справились, ни дома, ни на работе тем более. Поэтому здоровья вам, вашим близким детям и нам, чтобы мы процветали, чтобы деньги у нас были и чтобы у нас удача никогда не покидала. С праздником! Они на производстве каждый день. Вот и сегодня многие женщины пришли перед самым началом праздника, трудились на своих рабочих местах, даже переодеться не успели. Остальные, у кого времени на приготовление было больше, надели вечерние наряды и украшения. Они у нас в любом виде красивые, подчеркнули мужчины. Как правило, всегда перед 8 марта мужчины нас поздравляют с праздником. И нам очень приятно, что они всегда в этот день заботятся о нас. Помимо творческих подарков от мужчин, которые сегодня исполнили самые душевно-лирические песни, женщинам были вручены 25 благодарственных писем за добросовестный труд и призы за участие в выставке декоративно-прикладного творчества. Женщина трубоэлектросварочного цеха номер 2 славится не только своим трудолюбием и ответственностью. В свободное от работы время они шьют, вяжут и вышивают. Словом, мастерицы на все руки. Анна Половникова еще не успела отвыкнуть от работы. Она ушла на заслуженный отдых 1 марта и сегодня в числе гостей и участников выставки. Ее работы, сделанные в технике лозоплетения, приглянулись всем работникам Т2. Этим хобби она увлечена 2 года. Говорит, что здесь важно трудолюбие и усердие. Этому как раз научили в цехе. А фантазия пришла с опытом. Я собирала газету, журналы, это все по лозоплетению. И теперь моя мечта свершилась. Я начала этим увлекаюсь. Очень интересно. Есть много идей в голове. Я недавно ездила на выставку в Снежинск, участвовала. Очень много там было изделий ручной работы. Я тоже участвовала. Ну, берут базочки, сухарницы, фруктовницы, хлебницы. Весеннее настроение уже задано. Свой праздник 8 марта многие из этих женщин встретят на рабочем месте, в цехе. Это их ничуть не огорчает. Ведь, чтобы сделать для любимой праздник, повод порой не нужен. Главное, чтобы мужчины это понимали. Ольга Демьянец, Александр Поличук. Новости нашего города.